Активисты проекта «Народный контроль» побывали в очередном рейде по торговым точкам города. В этот раз посетили три магазина, в каждом из которых нашли нарушения правил торговли. Все подробности в следующем сюжете. Они черные. И к тому же они мокрые. Чаще всего в этом магазине сети «Пятерочка» покупатели жаловались на качество овощей и фруктов. В день визита народных контролеров серьезных нарушений они не обнаружили. Правда, зафиксировали неправильное хранение овощей и фруктов, нарушение целостности упаковки полуфабрикатов. Персонал устранил эти замечания на месте. Вообще вот по товару претензии когда-то какие-то были, нет? Да, не знаю, нет, по-русски. Не обнаружили общественники просроченных товаров. По словам продавцов, контроль за сроками годности товара ведется ежедневно. Как часто вы проверяете срок годности? У нас мы каждый вечер вообще снимаем просрок. После шести, вот сейчас у нас девочка занимается, все, что завтра сходит, мы сегодня снимаем. В магазине «Магнит» у дома на 70 лет октября ситуация хуже. На эту торговую точку тоже поступили жалобы покупателей. И действительно, фрукты в плохом состоянии, просроченный продукт на прилавках. Сотрудники магазина жалуются на нехватку времени и рабочих рук. Но это лишь отговорки. У нас штат такой. Один человек и один продавец. Один администратор и один человек. Я вам еще раз говорю, это проблема вашей торговой сети. Они не наши. Ну и не моя тоже проблема. Значит, решайте этот вопрос с руководством. Общественники просят просрочку немедленно убрать и обещают прийти сюда вновь. Я просто завтра сюда приеду и посмотрю, что вы, какие меры вы предприняли, чтобы убирать тот товар, который подвижит уделизацию. Неприятные сюрпризы поджидали контролеров и в магазине овощей на улице Ленина. Здесь обнаружили овощную нарезку, которую продавцы самостоятельно приготовили из продуктов, которые не были вовремя проданы. Куда серьезнее оказалось то, что выяснилось позднее. Остави свой вид. Он пришел к вам, по этой цене. А где они там, дороги? Двойные стандарты. Так эти нарушения называют контролеры. Вторые ценники присутствуют на всех продуктах заводской упаковки. Зачем перевешивают товар, в магазине объяснить не смогли. С таким нарушением контролеры столкнулись впервые и теперь намерены разобраться, насколько правомерны действия предпринимателя. В каждом магазине мы что-то нашли. Причем рейд это у нас, как сказать, не первый уже. То есть мы занимаемся этой работой регулярно, плодотворно. И наши предприниматели почему-то с каждым разом нас удивляют. По мнению народных контролеров, некоторые предприниматели не желают исправляться. И по-прежнему пренебрегают правилами торговли в погоне за собственные выгоды. Чтобы проверить, устранены ли замечания, общественники вскоре придут сюда вновь. Ирина Бугрим, Ольга Черная, Антон Иванов. Новости Муравленко.